Да, давай пошарим. А я пока напомню, что у нас сегодня сессия дизайн-интервью. Мы поделились на две команды. В первом части выступала одна команда. Нас интервьюировали Паша и Даша, а интервьюируемые были мы Ксюша, Никита и я. И теперь мы поменяемся местами. Сейчас Паша пошарит экран, и будет вторая задача. Пока Паша шарит, я пока сделаю преамбула, что мы тоже сознательные люди и тоже хотим помочь своему городу и своей стране. И у нас тоже социальная задача. И она вот сейчас будет на экране, да, вводная. Вы, Даша и Паша, вы сеньоры дата-инженеры в ЖКХ. Вот. И вас поставили на новый суперсовременный проект в Ихина Smart House. Даже там, наверное, наша обещатка Smart City должна быть, потому что мы решили сделать умный город, да, и начнем с умного района. И задача начинается с простого, да. Мы знаем, что у нас есть какое-то количество домов в районе. Мы с них собираем счетчиков, ну, собираем разные данные со счетчиков. Пока мы можем ограничить столько электроэнергии. Вот. Известно, что счетчики посылают данные достаточно часто для решения различных задач. И мы их собирали уже какое-то долгое время до того, как вы пришли на проект. И, естественно, собирали on-premise, потому что, ну, мы боимся, что эти данные утекут, да. Мы не можем их хранить где-нибудь в Амазоне, в Угле, да. Мы их храним в своем подвале под охраной. Но, к счастью, у нас зарелизился госуслуги Cloud, и теперь мы их можем надежно мигрировать в облако. И, по сути, ваша задача в том, чтобы, во-первых, описать ту систему, как мы их сейчас собираем, ну, хотя бы верхний уровень. Мы не будем углубляться в детали спора, да. А интересная часть – это живая миграция. Нам нужно перетащить базу, которая собиралась годами, да, на живую в облако, при том, что в нее продолжают пребывать данные. Мы не можем этот процесс останавливать. Вот такая задача. Я сначала хочу… Очень смешно получилось, когда Даша придумывала, излагала свою задачку, она тоже сначала сказала про Smart City. Типа сначала все эти штуки про дороги должны были быть в Smart City, потом мы их просто загнали в немножко другие условия для реалистичности. Видимо, это очень актуально, потому что тема классная. Да, волнует всех. Да. Я хотел бы вопросов позадавать, если можно. Вот у нас тут есть какие-то госуслуги, и мы в них вроде как должны запихивать данные, а мы в них только данные должны запихивать, или мы еще что-то должны, я не знаю, логику в них какую-то принести. Ну, давай предполагать, что мы вообще хотим мигрировать… Все свое решение. Да, все свое решение, что у нас, как минимум, для начала хранитель еще хочет туда переехать, потом ты можешь туда сервисы перетаскивать, если хочешь. И можем для простоты считать, что госуслуги Cloud по фичам соответствуют, ну, любому облачному провайдеру, который ты можешь представить. Которого я могу представить. Amazon делает очень классную штуку, они пригоняют к тебе, к твоему дата-центру, специальный грузовик, который перекачивает все данные и отвозит в облако Амазона, типа просто за один прием. Все еще останавливаемся на том, что в реальном времени не останавливая сервис. А там ниже не надо, они просто подключают файбер, втыкают файбер здоровый, и по нему переливают данные просто очень-очень быстро. И отсюда рождается логичный вопрос. Мы, наверное, не хотим таких ассамшенов сделать. К сожалению, в госуслуги Cloud пока длина кабелей ограничена, и до вас просто не дотягивается. Буквально еще 100 метров, и мы могли бы это сделать, но, к сожалению, пока нет. Да. Давай поощадим. Я хотел просто узнать по этому поводу, с какой скоростью до госуслуги Cloud данные умеют принимать. И сколько у нас данных уже примерно. Хороший вопрос. Давай сделаем какое-нибудь предположение. Вы можете делать, какое вы считаете приемлемым. А сколько лет мы уже собираем данные? Лет 5. Выхина домов 5 лет, и Выхина домов сколько? Ой, 100, господи, тысяча домов. Тысяча домов. А в среднем, предположим, 20 этажей. Или это... Не знаю, какой Выхина район. Это можно вообще? Ну, а сколько счетчиков, надо примерно понять, сколько счетчиков. Я бы сказал, что Выхина больше 12 этажек, но пусть будет 20. Это тот же порядок, не суть. Ну, надо просто посмотреть, типа, сколько... 20 тысяч домов по 20 этажей, и там, предположим, по 4 подъезда. 4 подъезда, 4 квартиры на этаже. 4 квартиры, да. Ну, прям считай там. Значит, тысяча на 4 подъезда, на 20 этажей, на 4 квартиры. 80, 320, 320 сообщений. 320 счетчиков. Счетчиков, подожди, это счетчиков. 320 тысяч счетчиков, пардон. Да. С какой частотой счетчики передают данные? 30 минут. Раз в 30 минут присылают? Ага. На 48 в сутки, видимо. И еще... Я уже не могу дешево посчитать. Один важный нюанс. У нас есть, типа, 3 тарифа и суммарный. Прости, что значит это уточнение? Они пересылают... А, они... Скажи, пожалуйста, они пересылают все 3 цифры сразу или это отдельные ивенты? Ну, давай представим, что это отдельные ивенты. Ну, то есть еще на 3 надо умножить, типа... На 3 или на 4? Что значит суммарный? Давай на 3 домножим. Просто на 4 я когда думала... Ну, сейчас уже не очень красиво по цифрам получается. 4 упрощалась. Ну, мы сейчас красиво округлим там, я не знаю, количество домов или что-то еще. Скажи, в какую сторону, да, Ксюша? Какому числу округлить мы округлим сразу? Да нет, выбор. Подожди. Сейчас очень красиво получается. Сейчас получается 48 миллионов событий в сутки. Чуть-чуть вверх. А что это 48, Паш, извини? 48 – это количество раз в сутки. Поскольку они передают каждые полчаса, это значит, что в сутки 48 раз. И получается 48 миллионов. Можем даже для красоты взять 50 миллионов событий в сутки. Ну, и они сами маленькие, да, какие-нибудь там в байтах. Ну, мы сейчас с тобой посчитаем, прикинем, наверное, или ребята нам скажут, сколько занимаетесь. Это зависит от того, как вы сейчас построите схему. Я бы сказал, что тут логично... Мы что-то хотим знать про индивидуальные дома, или нас вообще не парят? Или мы потом можем узнать? А что такое индивидуальные дома? Ну, типа, важно ли нам знать, что прямо в момент получения события, что... Какую информацию это мы вообще собираем, кроме, собственно, показаний счетчиков? Ну, пока только показания. Ну, смотри, мне кажется, это можно... Номер квартиры идентифицируют, да. Номер квартиры, номер дома, у тебя, по сути, что есть адрес. Мне кажется, логично иметь ID счетчика. Да, это точно. Вот, и тогда у нас сообщение, это, скорее всего... Окей, это, скорее всего, дабл плюс лонг, я не знаю, в худшем случае. Это 50 миллионов событий по... Блин, я даже не знаю. Четырех байт, по 16 байт. Ой, 50 миллионов событий по 16 байт. Но ты не забываешь, что у протокола... Ты, как бы, хочешь бинарную, как бы, часть прям положить туда, или ты сами данные сейчас представляешь? Я... Так, скажи, пожалуйста, мы сейчас хотим... Есть ли у тебя предпочтение... Скажите, пожалуйста, есть ли у вас предпочтение, на какой части мы хотим сконцентрироваться? Давай, Паш, давай сначала верхний уровень вообще нарисуем, что происходит. Окей, да, давайте нарисуем верхний уровень. Что это, типа... Да, старая. А куда мы хотим еще переехать, да? А, нет, тут надо не так нарисовать. Это же клауд. Ладно. Будем считать, что это клауд, да. Извините. Как бы... Как учили, так рисуют. А, о, подожди, здесь есть настоящий клауд. Паш, мы так не справимся с задачей. Справимся, конечно. Конечно, главное, что клауд хорошо нарисован. А, ладно, хорошо, окей. Так вот, да. Это видный эксперт. Погнали, давай, типа, ну, IT какой-нибудь там, типа, ну, передается нам в какую-нибудь, не знаю, через опишку, да, и в какую-нибудь там поступает очередь. То есть вот это сетевой периметр нашей задачи. Подожди, ты вот имеешь в виду вот так вот, да? Ну, я бы там нарисовала какую-нибудь опишку, я не знаю. А, я просто... Я думал, что вот этот олт, это целиком наша система уже вся. Это самый-самый огромный один, как там, космос вью. Вот это наша система. Сейчас мы ее будем немножко... А, сейчас мы ее начинаем декомпозировать, да? Ну, как бы, да, там, подумаем, какие там квадратики есть. Сейчас нарисуем. Сейчас нарисуем. И можно еще вопрос, точнее, еще ретеншин наших? Вот то, что мы пять лет там собираем по 50 миллионов событий в день, мы собираем в течение пяти лет уже, и хотим это все перенести. Правильно я понимаю? Угу. Опять надо еще, Паш, посчитать, какой общий объем-то. 50 миллионов событий в день нам нужно... Давай все-таки досчитаем лонг плюс дабл. Но только там не лонг тогда плюс дабл-то на самом деле. Ну, это зависит от... Значит, если айтишник счетчик... А, как минимум, еще дата. Чего-чего? Как минимум, еще дата. Да. Окей. Дата – это еще один лонг. Это, кстати, неочевидный вопрос. Я бы сказал, что дата здесь не нужна. Я бы сказал, что дату можно и на клиенте выяснить. Нет, нет, нет. Окей. Значит, да. На самом деле, показания счетчиков, я внезапно понял, это не дабл, а максимум инд, потому что нам всегда легче умножить, чем передавать дабл. 8, 16, 20 байт. А интер, хватит ли на все показания? Может, у тебя счетчики... Ты же сказала, что у нас на три показания три отдельных ивента. Это значит, что... Это значит, что каждый отдельный ивент – это пять цифрок плюс две цифры запятой, которые легче умножить на 100 и передать интер, чем укладывать в дабл. У нас же ее... Ну, самого, как бы, интового расширения хватит для передачи валы. Ну, я же говорю, там пять цифрок. Семь цифрок будет, хватит. Пять цифрок плюс две после запятой – это семь цифрок. Это максимум 99 миллионов. Да, нормально. Ой, что я говорю? Это 9 миллионов 999 тысяч 999. Это очень аккуратные 20 байт, на самом деле, получились. Прям с округлением вверх количество ивентов. Окей. Так вот, это все приходит войдет войдет... Нет, слушай, Паш, подожди, давай закончим вот эту историю, что 20 байт, 50 миллионов в день. Еще нам надо на пять лет это умножить и посмотреть объем, который у нас уже есть. Умножаем, да? Мне кажется, может, вам сначала плюс-минус спроектировать, ну, хотя бы поля писать, то и таблицы, потому что сейчас не очень понятно, что мы будем мигрировать, это понадобится. Ну, мы пока еще не мигрируем, мы хотим просто хотя бы примерную оценку посмотреть. Паш, ну, я так думаю, что надо посмотреть оценку, потому что нам нужно понимать, какая база-то у нас сейчас хотя бы там лежит. Я к тому, что просто... Это же, наверное, будет зависеть от того, как вы распишите вот эти данные, может... Ну, да, я согласна. Паша вот описал, и этого недостаточно, типа вот то, что у нас там... Ну, вот появился ID, я поэтому как бы и... О, подождите, здесь мало. Здесь еще нужно плюс type, это плюс short. А что такое type? Потому что у нас день, ночь, вечер, условно говоря. Предоставь... Смотри, условно говоря, как ты хочешь спроектировать систему? Я хочу очень простое хранилище, по крайней мере, для сырых данных, в которых мы прям укладываем, как пришло. Предположим, мы можем идентифицировать ID-шником именно как бы канал передачи данных, что в этом счетчике по этому, как называется, тарифу, мы вот с этого канала, да, передадим тебе валы. Как скажешь. Не, я предположу, ты говоришь просто... Не, не, хорошо, это... Я просто думал, что у счетчика один ID-шник, честно говоря, и он отсылает просто три ивента разных, раз в полчаса. Все же не решай задачу за Пашу с Дашей, да пусть они сводилируют, как они хотят. Это самое интересное. Не, не, мне нравится 20 байт, да. Мне кажется, мы тут вокруг 20 байт довольно сильно закрутились. Давайте, да, дальше. Тогда я просто жду, пока Даша посчитает... А, я посчитаю, я же сижу не считаю, я все иду. А ты думаешь, я считаю, глядя в эту штуку, да, ну, типа, столбик. Нет, я сейчас сама. Мы обнаружили проблему парного прохождения интервью, когда мы друг друга не видим. Что у нас там, 20 на 50 миллионов, да? Я уже умножаю. Ага, на 60 на 60 на 365, условно говоря. Это знаешь, сколько получается? Нет. Так, примерно 165 умножить на 10 в 9. Хорошая цифра. Это байтиков, правда? Да. А ивентиков, если это на 20 поделить, у нас получится... Так, да это... 10, 9, это у нас что? Значит, байты, килобайты, мегабайты, гигабайты. Гигабайты, да. Нет, килобайты. 10 гигабайт, я правильно считаю? 10, 9, да, гигабайты. А, да, да, правда, гигабайт всего лишь. Тут не то, чтобы прям убийственно, конечно. Ну да, 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 да. Мы на самом деле... Смотрите, дайте я ворвусь, да? Мы на самом деле взяли, наверное, маленькую оценку. Там 5 лет, там может быть больше лет, да? То есть давайте предполагать, что это штука, которую ты на флешке не перенесешь, да? И за одну, короче, одним бачом ты тоже, скорее всего, не перекачаешь. Не, ну, 165 гигабайт... Сейчас поднял, заразка. Окей, мы сейчас к этому придем. Там сколько-то много данных, которые на флешку не влезают? 80 на 10 восьмой – это как 8 на 10 в девятой записей. То есть 8 миллиардов записей, что гораздо более интересная, честно говоря, цифра, чем просто 165 гигабайт данных. Я же правильно считаю? Ну, вроде бы... Да, да, по-моему, правильно. Туда-сюда где-то порядок должен быть какой-то такой. Окей, я же правильно понимаю, что мы из IoT API спокойно пишем в нашу базочку. А, API – это что, простите? Ну, API – это то, куда все это валится. Ну, наверное, мы... То есть ты предлагаешь, что это какой-то сервис API выставляет. Я думала, что все-таки это идет через какую-то очередь для декаплинга. Это вопрос. Ребята, у нас есть... Как у нас... У нас есть данные или мы сами должны придумать? Я думаю, что мы должны сами придумать. Это интересно. Давайте вы смоделируйте, да, это будет интересно. Потому что мы как бы должны... Смотри. Насколько у нас вообще в системе была критична потеря данных всегда? Я думаю, я могу предположить, что здесь, мне кажется, не очень критично. Хотя, если мы выставляем... Если мы выставляем по этим данным потом... Да, смотри, я думаю, что как бы reasonable, что тут ничего страшного, если мы потеряем данные, потому что мы, скорее всего, выставляем раз в месяц. По последнему показанию, причем. Да, да, скорее всего, по последнему, какому-то одному из последних. И даже если мы вслед... Небольшая ремарка по поводу использования. То есть мы как бы можем смотреть, как пиковые нагрузки на электростанциях, да, так и, там, я не знаю, кроме счетчиков электроэнергии, обычно такие системы содержат не только лишь счетчики, иногда это там какие-то там кондиционеры включены-выключены, я не знаю, открыто-закрыто дверь, то есть если вдруг нам не придет факт, например, закрытия, там, условно говоря... Ага, окей, то есть мы немножко расширяем, я понял. Тогда вопросов нет. Вот тогда у нас, конечно, здесь какая-нибудь очередь, в которой все пишется, в каком-нибудь МКУТТ-протоколе приезжает, потому что там все еще стандарты. Все-таки перед кавкой бы хотелось бы тоже какую-нибудь айпишечку иметь. Вот это, я не знаю, что такое IUT, IP опять я еще раз спрашиваю. Слушай, у меня это был просто сервис какой-то, просто сервис, который перекладывает. Теперь он там на самом деле неактуален уже стал. Да, я вообще не уверен, что это кавка, честно говоря. У нас... Ну, предположим, это неизвестно пока что, но какой-то декаплинг. Это какая-то очередь, в которую можно писать по МКУТТ, как все сенсоры, и умеют писать по МКУТТ. Ну, типа, они просто из коробки. Они из коробки пишут прямо напрямую? По-моему, они пишут через API, я бы туда тоже его вставила, ну, и типа вообще обозначила бы наш сетевой периметр. То непонятно вообще, что мы, где мы. Ну, ладно. Давай обозначим, хотя, ну, типа... Дальше. Как из кавки у нас попадают данные в нашу базу? Вот. Здесь у меня, значит, простое решение предлагаю. Я думаю, что из кавки данные попадают в базу кавка с кремами. Нам прямо вообще ничего не надо. Мы просто берем и переливаем из кавки в базу напрямую. Зачем нам здесь что-то? С точки зрения базы, мне кажется, надо тоже, вот, как ты говоришь, row складывать. Мне кажется, можно прямо в балабы складывать, потому что, ну, опять же, это дешево. Нам, кажется, скверить пока что ничего не надо. Ну, пока что не говорили. Ты имеешь в виду, что мы просто пишем даже не в базу, а что это на самом деле паркет какой-нибудь, да? Ну, да. Ну, много паркетов. Прям голое что-нибудь, да. Паркеты, окей. Давай, как бы, мы базу здесь уберем и нарисуем здесь, ну, прямоугольничек, например. Ой, не такой. А вот так. Ребята, что вы предполагаете счетчики передают, ну, как бы, формат передачи данных? МКТТ. МКТТ же. МКТТ прям логичный. Я уже много раз это слово повторил, но ни о чем не говорили. Я просто к тому, что обычно на счетчиках общедомовых они не передают данные по МКТТ. Это просто бинарный формат. Причем он по-своему бинарный. Там у каждого счетчика есть формат передачи данных. Я поэтому поправляю, потому что, ну, как бы, те штуки, с которыми я работал, они всегда передавали МКТТ. Ну, короче, у нас есть счетчики. Часто они, может быть, даже очень специфические. То есть форматы разбора вот этих данных, они разные. Ну, как бы, то, как ты, ну, распасываешь пакет, да. Мне, конечно, понятно, к чему Ксюша ведет, что между Кавкой и вот этой нашей базой нам нужно вообще-то сделать одинаковый формат, да. Там должны быть какие-то адаптеры, которые... У нас тут типа идут хендлеры, видимо. Ну, я бы сделала это после Кавки, то есть бинарный прям в Кавку складывала для того, чтобы... Не-не, ну, подожди, счетчики-то, а то, если они не умеют МКТТ, то как они запишутся в Кавку, вообще непонятно. А, поняла, все, я поняла теперь. Да, согласна, что они тут для каждого, типа, выставляют... Это типа адаптеры, да, наверное? Да, ну, давай, не напиши. Нет, нет, подожди, нет, адаптеры не надо писать, потому что адаптеры будут приводить к одинаковому формату, а мы как бы... Я так понимаю, что это... Ну, я так понимаю, что это не хендлеры будут делать. Формат-то, если у них разный... Я вот... Окей. Мне кажется, что можно вот... Я не очень понимаю, что, конечно, делать хендлеры, они, я так понимаю, просто берут и в бинарный формат переводят. Они просто переводят свой кастомный кастомбайн или формат в какой-то пережевываемый формат, я не знаю, GSON. А, ну, там можно и адаптеры, да, конечно, я тогда поняла, да, все. Ну, короче, понятно, что они делают, они переводят в формат. А по телу сообщения они одинаковые передают данные? Пока ограничений не было, пока что мы вообще работаем только с электрическими, и мне кажется, что это логичный ассампшн, сильно ничего не поменяется. Вот, от того, что у нас изменится немножко тело, ну, мы, может, сюда каких-нибудь... Они уже вряд ли будут сильно сложнее структуры передавать. Просто у нас может поле переименоваться не mount, а value, например. Окей, окей, окей. Миша, Ксюша, это... Никита, это логичное предположение или оно ломает что-то? Ну, я думаю, что мы можем пока на этом остановиться. Пусть это будут примерно одинаковые форматы, может быть, там какой-то новый счетчик нового типа добавят какие-то свои поля, но глобально вы можете считать, что вы можете их как бы нормализовать. Окей. Итак, у нас что-то приходит в наши адаптеры, они все прикладывают в кавку, кавка стримами пишет в какие-нибудь паркет-файлы, эти паркет-файлы, явно это не должен быть один паркет-файл, это какая-то больная фигня, его нужно, эту штуку нужно протиционировать. Я вот теперь думаю над схемой протиционирования и думаю над тем, что, ну, наверное, типа минуты и тип, может быть. Да, мне кажется, что... А зачем тип нам нужен? Типа тарифа, зачем нам нужен? Ну, это там, это тип ивента, я не знаю. Чтобы у тебя двери были отдельно. Смотри, у нас просто в задачах ничего такого не сказано, пока что у нас нет дополнительных каких-то требований, не очень понятно, зачем нам какие-то типы вводить, мне кажется. Окей. А в смысле, Паш, минуту ты имеешь в виду вообще минуты или тотал минуты? Ну, типа, каждая отдельная минута укладывается в отдельный паркетик. Ну, я имею в виду, первая минута с шести часов и первая минута с семи часов она... Не-не-не, это разные минуты. Типа... Все. Это, я не знаю, как это по-русски, по-человечески. Ну, ты обозначи, подожди, это мне, конечно, хороший вопрос, обозначь просто, типа, как ты будешь вот иерархично ее раскладывать, что там, типа, начало год, там, да... Я просто, видимо, таймстэмп нужно, ну, то есть... Ну, я бы разложил иерархично, типа, знаешь, ну, начало год, потом месяц, потом, ну, ля, 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 вот так вот, вглубь раскладывая паркеты. Окей, давай подумаем над этим. Сочтите за это, за придирку, но кажется, что будет много файлов за пять лет по минутам. А мы сейчас подумаем над тем, как его можно скомпактить потом. Окей. Нет, это, это хорошее, мне кажется, да, это хорошее было у Никиты. Чего, чего, чего? Так, кто-то валит, я не понимаю, кто и что хочет сказать. Миша. Да, давай, я, прости, Даш, я перебил, моя мысль была в том, что я бы хотел напомнить, что наша суть, вот эту штуку в режиме лайф перевести в облако, да, поэтому я бы сейчас не хотел очень долго углубляться в то, как будем профессионировать, что много файлов, если там будет, это хороший поинт, да, об этом, возможно, стоит подумать, когда мы будем переезжать. Но как вот в режиме лайф переехать, вот это суть задачи. Да, значит, да, теперь нам нужно, я сейчас нарисую одну стрелочку большую. Давай, Паша, мне кажется, что вот смотри, то, что мы распортицировали, у нас типа есть холодный какой-то сторож, да, и горячий получается. Мы можем его холодно скомпактить до каких-то масштабов, которые джабой просто перенести в такие же паркеты, да? Допустим. Только профессионированные до часов, например. Да, но предположим до часов. Ну, может быть, даже вообще года скомпактить там, если у нас там тот или получилось что-то там 165 гигабайт. Не, ну там Миша сказал, что может быть и больше. А если лет 10, то их уже будет там 320 гигабайт. Я просто пытаюсь понять на один, нет, я пытаюсь прикинуть на один год, сколько гигабайт будет, что можно ли мы его как-то, нам нужно ли чанками каких-то переносить, и мы можем прям год перенести. Значит, моя идея в том, что мы, наверное, можем грузить в облако примерно со скоростью 100 мегабит в секунду, но может быть гигабит. Зависит от того, типа, есть ли у нас точка входа и какой-нибудь файбер прямо до них, ну, типа, хотя бы тоненький. Если это гигабит, то мы, очевидно, очень-очень быстро успеваем, и у нас возникает единственный вопрос, как нам в какой-то момент перестать лить из кавки сюда, и начать лить из кавки сюда. Хотя, может быть, этого и не нужно делать с другой стороны. Ну, почему? Нет, давай подумаем. Смотри, мне кажется, во-первых, надо нарисовать кавка стрим, как ты, я забыла, кейской стрим, который переливает, да, каким-то отдельным маленькой штучкой, потому что, очевидно, она же будет отвечать за переносить. Ну, присоедини какой-нибудь. Я не очень понимаю твою идею, прости. Смотри, ну, кто-то заливает же в паркет файл у нас. Да, у меня здесь кавка, я сейчас к ней пририсую, я не знаю, кружочек и скажу, что это стрим. Да, потому что, смотри, мне кажется, что мы можем второй такой стрим прилепить, который будет уже дублировать данные, например, в облако. Допустим, но прежде, чем я это нарисую, у меня вопрос. Да, давай. Тут возникает очень важная физическая проблема. В какой момент, ну, то есть, у нас какой, мы точно должны сделать переливальчик здесь какой-то, да? Сейчас я его нарисую, как условную очередь, я не уверен, что это очередь, но вот как бы у нас вот тут вот, условно говоря, будет какой-то переливальчик. Из наших паркетов куда-то в облако. В какой-то момент этот переливальчик должен становиться и дождаться. А, слушай, все-все-все-все-все, я, знаешь, что придумала? Мне кажется, надо сделать это на адаптерах, то есть они у нас, задублируйте адаптеры, это сервисы, да, какие-то, которые… О, красота, красота. Я понял, кажется, твою идею. Да, мы можем их взять и перенаправить, значит, трафик в новую очередь, которая уже в облаке. А, вы хотите и очередь в облако сразу перетащить, да? Вы же сказали, все можно перетащить, мы можем и… Миша сказал, что у нас в Google, ой, не в Google, а в госуслуги Cloud есть все сервисы, которые есть в Google Cloud. И лучше все сделано, это важно. Лучше, надежнее, все лучше сделано. Потому что государство российское, оно как бы всем даст прикурить. Смотри, ну тут, по-моему, здесь достаточно… Мы вводим, типа, дублирующие сервисы, да, адаптеры, которые… А нам даже не нужно дублировать, Даш. Нам даже не нужно дублировать, нам нужно только, чтобы у них там была такая же кавка, как у нас, которая будет так же разливать. А, ну типа просто переключить, да? Прямо на живую конкурсию. Пускай… А-а-а. Ну смотри, нет, нет. Нам нужно просто переключить. Нам нужно просто переключить. Да, только вопрос в том, а какие это адаптеры, и если у них там условно рантайм обновления в режиме реального времени конфигов, может быть, нету. Давай спросим у наших. Я предположила, что нету. Давай спросим. Ребята, можно ли мы в реальном времени поменять аутпут для адаптеров? Можете. Ну, можете, да. Ну, то есть они как бы принимают сообщения, при этом мы можем им на лету поменять конфиги. Ну да, они просто потом подтянут, и с новыми конфигами будут новые слайды. Ну, то есть даже если нам нужно их перезагружать, предположим, у нас все они мультиистанс, и мы… Ну, ты просто их переподнимешь, как бы, да, и перераскатаешь заново уже с новыми конфигами. Ну, так как мы говорили, что мы не можем потерять сообщения, то, кажется, если мы выключим адаптеры, у нас сообщения потеряются, а тут нам нужно… Ну, это хороший вопрос, который, в принципе, как бы мне не очень нравился адаптеры на входе системы, потому что, как бы, иногда обработка, ну, бинарная стерилизация, десерилизация пакета, там, умножение на всякие там разные вещи, оно может быть долгое, еще может чем-то не очень хорошим закончиться, и, как бы, в таких случаях может возникнуть, как бы, большой, ну, сгусток данных, который вы потом не разгребете. Если я правильно понимаю, мы не можем взять и заставить датчики, мы не можем взять… Подожди, Паша, можно уточнить? А кусок данных где останется? У нас сейчас пока нету нигде этого куска. Если я… Ну, то есть у нас на входах, я понимаю, что адаптер это API просто, а для каждого разных типов адаптеров, датчиков у нас, типа, множество сервисов для каждого из них, правильно? Несколько инстинкций. И он принимает у меня, типа, сообщения и перекладывает в какой-то другой формат. Давай я вот так… Если у нас сейчас… Я сейчас, подожди, хотела уточнить, просто если мы выключим сервис, то у нас мы данные ниоткуда потом не возьмем, потому что я так правильно понимаю, что сами датчики посылают их ненадежно, без ретраев, без всего такого. У них нет сторожа какого-то. Это был, на самом деле, вопрос, который я оставил на конец, что вот представь, что у тебя адаптер получил данные, да, начинает его парсить и не смог, и вообще упал с эксепшеном, потому что мы там забыли код дописать, что в этот момент вы будете делать. Ну вот, да. У меня адаптер вообще перед обработкой использует какой-нибудь условный ROXDB, чтобы прихранить на будущее. Ну, типа, и оттуда можно было восстановиться, если что. То есть в адаптере-то я могу понапихать любую логику. Моя проблема в том, что я не могу заставить датчики, или могу заставить датчики. Но в моем воображении я не могу заставить датчики писать прямо в очередь, потому что они туповаты. Они, типа, шлют TCP в каком-то RAW формате, который никакая нормальная очередь не поднимает. А, ну, тут... А можем ли мы эти адаптеры, они условно вот на... Они каждый в своем формате шлют, или мы можем какой-то один поставить условно в ROX, который будет принимать эти запросы, кидать в ROXDB, а адаптеры потом будут переформатировать? Или мы не можем, потому что у них условно протокол передачи вообще разный? Ксюша говорила, что разный. Ну, я так поняла, что у них тело разное, но не протокол. У каждого счетчика свой протокол. То есть если у тебя разные типы счетчиков, они по-разному реализуют информацию. Все, все, поняла. Ну, то есть мы каждому тогда, каждому адаптеру ставим еще ROXDB какой-нибудь, да, для... Или это может быть общий ROXDB, это как бы другой вопрос. Но да, они должны уметь заперсистить и восстановить данные на случай, если упало. Ну, типа, они почти... Каждый адаптер – это крошечная транзакция, типа, которая что-то заперсистила, а потом обрабатывает. На самом деле здесь аналогично, вместо ROXDB можно взять и очередь поставить. Да, можно и очередь, да. И просто самому консюмить свою же очередь. Принципиальной разницы здесь нету, кроме порядка исполнения, ну, типа, который может притвориться, что вроде как может быть. Типа, вот так вот. Ну, на самом деле есть, да, разница, опять же, потому что если ты... Ну, ты просто очередью дуал-кол как бы убираешь, получается. Ну, он все равно остается, вопрос в каком он виде. Окей, мне тоже нравится больше очереди, чем ROXDB. Давай оставим очередь. Очередь красивая. То есть, условно, у нас приходит сообщение, мы с ним ничего не делаем, кидаем в очередь, как RAW, да? И потом дополнительными инстансами обрабатываем эту очередь, которая переводит, на самом деле, просто формат, ну, в кавку, переводя их в общий вид. Давай просто разделим эти сервисы. И теперь стало, знаешь, что офигенно? Теперь стало офигенно то, что мы можем хоть вообще прям взять, убить почти все инстансы, адаптеры, кроме одного. Они, конечно, не вывезут разгребать. Но там... Ну, мы можем это масштабировать в зависимости от трафика, мне кажется. Это... Ага, и очередь, если повезет, ну, смотря какое решение, если это какой-нибудь, я не знаю, RocketMQ, мы можем реально взять и просто масштабировать нашу очередь. Давай не будем технологиям привязываться вообще. Окей, да, давай. Главное сейчас компонент. Давай все-таки нарисуем какой-то вот этот прокси, который будет закладывать в очередь, вот в нижнюю, правильно? А потом адаптеры отдельно. Или ты хочешь, чтобы это одни и те же инстансы делали? Я правильно тебя понимаю? Вообще, я не вижу принципиальной разницы, ну, типа, давай нарисуем прокси. Нет, нет, я просто пытаюсь понять твою идею. С моей точки зрения, эти адаптеры ничем не отличаются от этого прокси. Просто у них у каждого есть две фазы работы. Положить в очередь или прочитать из очереди, обработать и положить в кавку. Ну, просто скорость обработки и количество инстансов на обработку может быть отличаться от количества инстансов, которые нам нужно на прием. Они универсальные, просто у них есть тупая часть, которая может сделать... Я согласна. Я согласна, я просто говорю, что с точки зрения масштабирования, по-моему... Смотри, с точки зрения масштабирования, мне кажется, у них может быть разное количество инстансов. Типа, пусть это одна кодовая база, одна, и они работают в разных режимах, но как бы с точки зрения масштабирования кажется, что они разные. По количеству просто будет. Окей, поэтому... Прокси-адаптер, не знаю, потому что они же разные, их много будет, правильно? Да, я просто так... И при этом каждый прокси-адаптер закладывает во свою очередь, я так понимаю, по типу, да? То есть партиционирование будет в нижней очереди по типу, да? Я вообще поражаюсь изящности картинки, получающейся, то, что звездочка не придел... Ой, стрелочка почему-то не приделывается к базе собака. Это типичная проблема инженера, кстати. Да, да, ты инженера. Стрелочка не приделывается к базе. Но тем не менее... Так, ладно, слушайте, мне еще хотелось вопрос задать. Давай, собственно, задачу ребят решим. Да, давай, давай. Или хотя бы озвучим финальное решение. Значит, наша идея кажется в том, что мы здесь поставим еще одну вычитывалку. Блин, я чуть не могу приму. Вот тут вот поставим вычитывалку, которая возьмет и просто перельет все в облако. Прям вот, я не знаю, через вот эту штуку. А потом, когда мы все... Мы поставим какую-то, я не знаю, точку, скажем, что мы переливаем до сюда. А после этого... Нет, 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 стой, 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 стой. Нет, 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 смотри, как мы сделаем. Мы в какой-то момент отцепим наши адаптеры от вот этой очереди в верхней. А наша вот эта... Ну, это есть точка. Ну, как бы нет. Я имела в виду, что наша вот эта выгребалка тупо будет выгребать до тех пор, пока там есть данные. Да. Они когда-то закончатся, потому что мы отцепим, да, вот эту, как бы отцепим эти адаптеры от этого и переключим их вот на тот. Правильно? Можно вопрос сейчас? Я бы сказал, что наша выгребалка в какой-то момент просто скажет, типа, хватит. Но можно и так, да. Да, ты права. Мы можем вообще... Вообще нам... Мы же можем в два потока сразу. Нам нет никакой необходимости. Как только мы поняли, что пора эмигрировать, мы вот по этой гигантской стрельнище сразу полили туда. А здесь сразу... Но тут, мне кажется, еще... Да, тут знаешь, какой вопрос? Во-первых... Ну, тут, во-первых, могут быть дубликаты, да, надо подумать вообще, нужно ли нам с ними бороться или нет. А второе, мне кажется, нужно еще подумать... Мы прям будем на ту же партицу лить, вот. Ну, типа, у нас просто есть какой-то... То есть мы сложим вот те данные, которые у нас выгребалка складывает. И для того, что полилось новое в кавку, мы будем их в одно и то же место складывать, вот в клауде. Мне кажется, нету принципиальной разницы. Лучше, наверное, в другое, чтобы потом, когда закончим, можно было, я не знаю, отдельно натравить компактор на все это дело. Слушайте, а можно еще разок, ну, все-таки само решение по... То есть вы хотите в какой-то момент переключить как бы прокси, точнее, не прокси, а адаптеры с одних на другие, которые, я так понимаю, льют... Мы просто конфиг у них обновляем, и они начинают лить не в ту кавку, которая здесь, а в ту кавку, которая там. А как бы в это время, например, у нас есть какой-нибудь монтажник, который следит за состоянием типа сети, он куда будет смотреть, в какую базу? А, у такого у нас не было просто... Это не останавливая сервис больше. Стоп, 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 можно два момента уточнить? Первый момент. Будет ли у вас момент времени, вот когда у вас адаптеры уже начали писать в клауд, но при этом еще бежит батч, который... Ну, не батч, а что-то, что переливает из старой базы в новую. Одновременно вот эти два события. Сейчас, да. Да, такое может быть. Конечно, такое может быть. Ну, то есть, поскольку здесь стрим, вероятно, догоняющий, мы не можем строить гипотезу, что он всегда успевает разобрать, поэтому всегда есть риск, я не знаю, у тебя всплеск какой-нибудь или еще что-то, что он будет догонять. Ну, давай еще раз смотрим. Да, давай, я... Кончу мысль, почему то, что сейчас, по сути, спрашивала Ксюша, да, мне кажется, я хочу спросить то же самое. На последние 10 минут вот такой вопрос, что вот в этот самый момент времени, когда все это работает, нам приходит аудит и хочет по каким-то конкретным видам счетчиков иметь всю историю. Вот, что вы будете делать в этот сплит-момент? Ну, давайте, 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 давайте нарисуем, типа, а это, значит, какой-то сервис, который, типа, когда-то вычитывает данные, правильно? Вот давай его нарисуем, типа, это, я не знаю. Сейчас, момент, у нас, типа, здесь, условно, вот где-то вот здесь, я не знаю. Ну, да. Извини, что я вне контура, он просто не помещается в контуре. У нас здесь BI, простите, я не уверен, что это BI, но, типа, да? Правильно ловил идею? Ну, что-то, да, что, что-то, кто, кто на самом деле читает данные. Теперь нам надо учинить вопрос, как бы, а читает данные он за какой промежуток времени? Мы не можем предсказать, но как часто бывает... В общем-то, за всю историю он хочет по одному счетчику, ну, по группе счетчиков, иметь данные за всю историю и сравнить, как себя там сделал какой-то объект, или там за какой-то период... У меня важный вопрос. У нас, подождите, я сейчас, Паша, извини, хотела сказать, но у нас даже подают задачу, пока протеционирования нет никакого. Мы сложили row-слой и не сделали никакой слой, который может вообще считывать данные. Но ничего страшного, мы же его всегда можем, как бы, приделать к этому. Но на самом деле важно то, какие данные заперсистенны. И вот этот слой, который queried, он, на самом деле, вы также можете его направить, ведь и на облако, и на... То, что я собирался сейчас сделать, вообще говоря, это нарисовать вот такую картинку. Ну, да. Типа одна стрелочка идет сюда, одна стрелочка идет сюда. Так. Ну, и как бы, к тебе приходит человек, и ты делаешь селект по его запросу. Не, ну, как бы так не сработало. Конечно. Селект и юнион. Что тебе мешает-то? Ну, вот так... Причем, обратите внимание, у нас протеционирование по минуте. Человек провала в, я не знаю, минуту не увидит на фоне пяти лет. Это, в принципе, невозможно. Ну, то есть, типа, если он попал... Паш, здесь будет провал в том, что у нас, вообще-то, в два раза больше объем данных получился вот сейчас. И все дубликаты. Нет. А ты что, подожди, мы что, переливаем и не удаляем, что ли? Ну, пока мы этого не обговорили, во всяком случае. А, ну, я-то думал, что это, типа, а зачем... Если мы же мигрируем, зачем нам у себя-то оставлять? Туда переехало, значит, нам больше не нужно. Я не знаю, час перелил, удалил час. Нет, это как-то иначе видишь. А ты можешь это транзакционно делать? Конечно. Это же, это же Hadoop. И я, конечно, делаю HDFS-MV. HDFS-DFS-MV. И у меня делается транзакционный move прямо по HDFS-ному протоколу. Ну, это, конечно, криво. Но... Не, подожди. У тебя, во-первых, два совершенно разных... Он прям и в клауде. Я думаю, что так не сработает. Почему? У тебя, например, Google Cloud Storage прям работает, прям полностью интегрируется с HDFS-ом из коробки. И, собственно, два облака, типа, два HDFS-а также работают примерно. Слушай, ну, тут большой вопрос. Это же госуслуги Cloud, самое безопасное облако на свете. А я напомню, Миша сказал, что там все работает так же, как у нас, и даже лучше. А, да, даже лучше. Когда это Миша обещал? Окей. Это другая прелесть собеседования. Собеседников, ой, собеседующих можно ловить на слове. Ну, подождите, хорошо. Да, я просто хочу попробовать адаптироваться. Да-да-да, я просто тоже хочу уточнить еще раз. Значит, типа, мы удаляем, и тогда у тебя просто union. Если у нас есть транзакция и все такое, мы просто union. Ну, звучит отлично, ребята. Вам как? Мне нравится. А у меня только единственный вопрос. Вот этот union вы где будете реализовывать? Потому что для клиента-то это должно быть как бы невидимо. Ну, конечно, он делает селект звездочка, а мы-то уже у себя там поджойнили. Все, мы же надеемся. Мы же ему не даем прям селект, мы ему не даем SQL в руки. У него там есть кнопочка, я не знаю, input field. Вот, куда он вводит айдишник. Это сервис просто. Ну, это сервис, да. Это query, это сервис. Ну, то есть вы пишете какой-то прокси над query, или как вы решаете? Ну, мы делаем... Давай так. Я верю, что никакой аудит никогда не делает SQL-запросы. Это, в принципе, невозможная фигня. Поэтому, конечно, если мы знаем, что у нас бывает аудит, у нас есть для этого аудита веб-интерфейс какой-то, в котором мы можем им показать все, что они хотят. Вот этот веб-интерфейс за собой, я не знаю, хайв прячет, или там рядом может в докере 3 на DB бегать и делать ровно то же самое. Ну, типа, любые варианты. Ой, я уже фигачу по микрофону. Ну, то есть в каком тогда порядке должно происходить вот это вот все обновление? Ну, вот если глобально, вот по кускам теперь все. В каком все обновление? Да. Мы отрезаем... Сначала мы релизим query manager, вот этот query. Сервис, который начинает юнионить. Правильно, Паша? Это самый первый. А ты, подожди, ты с какого места рассказываешь? Мы сейчас про аудит говорим или как вообще все происходит? Смотри, чтобы у нас безостановочно все заработало, нам нужно сейчас, как это называется, релиз менеджмент организовать. То есть порядок релизов наших сервисов. Вот очевидно, что в первую очередь надо релизить query, который умеет теперь читать юнион из той и стой базы. Ну, это в первую очередь нам нужно сделать. Принято. Так, потом мы включаем нашу batch. Batch, это уже, мне кажется, не важно, batch джоба, который переливает. Ну, нет, потом мы поднимаем там кавку, очевидно, да? Ну, если это кавка, да. Можно параллельно делать. Там настраиваем вот этот... Я бы здесь, в облаке я бы все поднял еще год назад. Да, 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 согласен. Потому что мы собираем мигрировать. И здесь у нас уже тихо все есть. Нам нужен новый конфиг, и нам нужно отлезать в какой правильный момент здесь соединение. Ну, нам, смотри... Я бы сначала отлезал соединение, у нас бы все накопилось здесь. Потом перезагрузил бы эту штуку с новым конфигом, и оно бы уже полило сразу в облако. Нет, отлезать соединение заранее нельзя, потому что она у нас... А, мы в этой базе промежуточной, да, я поняла тебя. А ничего не меняется. Да, 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 все-все-все. У нас все, что нужно, вот здесь сохранилось. Поэтому отлезало соединение. У нас здесь небольшой гэп. Так вообще бывает из-за того, что прервалось соединение. Я не знаю, магистраль порезали, что угодно. После этого у нас начали данные лица сюда, а в это время у нас переливашка переливает. Когда бы ни пришел на сквайре, мы всегда можем сделать юнион. Ну, и типа все. А знаешь, что еще, кстати, Паша? А так как мы все-таки не обсудили, а типа у нас в какой-то момент, значит, наша батч-процессинг, ну, точнее, эта батч-переливалка, начала лить в ту же партицу, которая льет стрим, который там разгребает новый, да? У нас там такое вообще позволительно? Почему такое произошло? А потому что, ну, мы же... Или ты хочешь, чтобы сначала она перелила, а потом мы опустили стрим? Нет, не хочу. Я сейчас... Ну, у нас могут конкурентно... Ты говоришь о том, что мы последние минуты прервали, да? И это значит, что одна минута должна записаться в два места. Да. Если у нас два... Все-таки две... Логичный аргумент. Логичный аргумент, логичный вопрос. Я думаю, что мы здесь сделаем так. Переливалка льет в условную папку TMP. Но она, конечно, не TMP, а она называется old, как у всех взрослых людей. А адаптеры все льют, как у всех взрослых людей, в new. Query вполне может запросить и золото из new, и отсюда может запросить, если очень надо. Query, вот это она работает на три источника, получается. Да, до тех пор, пока мы не запустили компакшн, когда у нас old станет пустым, а new у нас... И все переедет в new. А new мы переименуем в current, конечно. Ну, должно быть просто, потому что... Слушайте, но у нас... Зачем вопрос как раз... Извини, вот возвращаясь к тому, что Даша раскопала. На самом деле, это вопрос, который я тоже отчасти держал в голове, и Даша, по сути, на него ответила. Если мы, поскольку мы запускаем вот эти вот адаптеры в некий момент времени, да, когда предыдущие что-то процессили, да, и у нас могут быть дубликаты, на самом деле. Их могут быть единицы, но они могут быть. И мы как-то вот с этим вообще ничего не делаем. У меня грустная новость. Дубликатов, дубликатов в принципе... Ну, типа, не бывает deliver exactly once, бывает deliver at most once. Мы должны уметь дедублицировать или смириться с тем, что у нас есть дубликаты. Если мы говорим о том, что у наших сообщений нету каких-то UUID-шек, которые гипотетически прокси-адаптеры могут добавлять, но если этого нету, то дубликаты будут просто без вариантов, что бы мы ни делали. Kafka, RapidMQ, ActiveMQ, Artemis, все что угодно. Смотрите, хорошая новость, мне кажется, здесь в том, что у нас, на самом деле, у этих счетчиков внутри есть часы, да, и мы всегда их можем выстроить по часам. А, и нам, ну... Прости. Ну, типа, не решена задача глобальной синхронизации часов. А, я не говорю про глобальный, я как раз ввела к тому, что нам не нужна тут, мы, скорее всего, не будем коррелировать события над разными счетчиками. А, я понял, я понял, о чем ты. Типа, ты делаешь уникальным ключом ID-счетчика плюс timestamp. Ну, да. Ну, как бы, и плюс, мне кажется, разгребалка-то у вас уже в новом облаке, и она, получается, отвечает за демпатентность, по идее, да? Мне кажется, что в этом значке... У нас, кстати, пока что разгребалка в нашем облаке. А я, кстати, не думаю, где... Это не так важно, кстати, где она. Это, типа, ни на что не влияет. Ну, да, это, мне кажется... Ну, только на косты, может быть, повлиять. Типа, если у нас есть он-прем, почему бы ее не разместить в он-преме, чтобы не платить дополнительные деньги? Но я хотела сказать, что, мне кажется, в этой задаче с IoT вообще и демпатентность как бы не очень-то и нужна, потому что мы же пока что с вами рассматривали задачу, типа, ну, выставить счет какой-то. Мы не говорим о том, что нам нужно какой-то average посчитать или еще что-то, что влечет за собой агрегацию этих событий. А если бы мы такую рассматривали, там нужно было бы, да, задуматься об этом. Тут, да, ну, короче, наша основная задача, если я правильно помню, была в переливании данных. Это, мы, кажется, решили. У нас есть еще время, чтобы следующий кусок, потому что, ну, там, явно есть куда упожнять. Что нет, я думаю, что нет. Я думаю, что мы на этом нужно заканчивать. Мы как раз вот, видите, сейчас два часа. Я думаю, что нам нужно, во-первых, взять фидбэк, да, обязательно, чтобы... Если кто-то будет расценивать наше интервью как образовательный момент, то, пожалуйста, если вы сами проводите собеседование, давайте фидбэк людям. Это очень важно. Вот. Ну, с моей точки зрения, да, мне, во-первых, понравился подход к решению задачи. Мне вообще понравилось, что то, чего не сделала наша пара, да, вы начали с цифр, и это дает сразу понимание картины, ну, вообще, с кем вы объемами работаете. Это, мне кажется, хороший ход. Во-вторых, глобально мы... Ну, мы пришли к результату, да, то есть мы на финише получили работающее решение, вы ответили на там ряд вопросов, и в целом, ну, нет, не было ничего такого, на что бы вы искали, мы не знаем, у вас есть решение, наверное, там можно к чему-то придираться, но вообще я доволен, мне бы это понравилось, если бы я вот услышал такое решение на интервью, поэтому я как бы прям очень вам благодарен за такой вот прям комплексный подход к задаче на разных уровнях. Спасибо. Мне тоже понравилось, что мы в итоге сделали решение, и мне понравилось то, что, ну, на самом деле глобально вот эти все, там, я не знаю, лендинг-зоны или зоны там, ну, там, сырого слоя, да, в итоге, в общем-то, казалось бы, что задача была очень маленькая, но, ну, как бы очень ограниченная, но в итоге она показала плюс-минус, ну, там, более-менее реальную часть системы, но, как бы, у меня тоже там есть определенные вопросы, особенно к этому уровню query, который должен, получается, у себя в оперативке все unionить, ну, это как бы уже детали, но мне вообще очень понравилось то, что решение сначала было очень такое необычное. Слушай, ну, мы же на самом деле не знаем, ну, то есть, типа, почему у тебя в оперативке? Это может быть легко распределенный Spark, что угодно, то есть, как бы, распределенный Trina, ну, то есть, как бы, ты можешь любое... Просто в бэкэнде этого кьюри может быть почти все, что угодно. Но я думаю, как бы... Но могло бы и не быть, вот чего. Но могло бы и не было так, да, чтобы его не было. И мы, кстати, мне кажется, это был провал, на самом деле, наш, потому что мы, на самом деле, могли предлагать разные решения, и мы, как бы, ну, и сравнивая их плюсы и минусы, в том числе выводя на то, что, например, этот query не справится с объемом памяти, поэтому нам нужно бы, на самом деле, разложить там данные. То есть мы к этому не вывели, и мне кажется, это, ну, та часть, которую мы завалили. Я только хотел сказать, да, что query кажется каким-то очень сложным, ну, вот именно сам... Все сервисы такие довольно простые, с понятной какой-то ролью, а вот query, да, кажется каким-то вот очень сложным и работающим, причем только в момент миграции. То есть кажется, что это много... Не, не, подожди, это query навсегда. Поскольку к тебе всегда будут приходить лудитами, он просто останется, из него у него станет один, типа, ноль юнионов. Да-да-да, ну, ноль юнионов, но я про то, что вот именно то, что он юнионит, это будет как бы работать только на момент миграции. Мне кажется, что это довольно дорогое решение для того, чтобы поддержать миграцию. Я согласна, причем мне кажется, что мы, на самом деле, это вот упустили в самом начале. То есть мы должны были закларифайить так, чтобы нам стало понятно, что вообще-то еще нужен какой-то, ну, вот этот вот сервис, который будет query данные, а мы, ну, проскочили мимо него. Да, это как бы, эта штука, эта вводная появилась на каком-то позднем этапе, поэтому мы не могли этого... Мне кажется, мы должны ее были раскопать. Она написана вроде, да, на этом же, не останавливая сервис. А сервис-то какие? Да, но там не было ничего про то, что запрашивать надо. Это big deal, что кто-то что-то запрашивает, типа, за всю историю. Это новая вводная, потому что так-то мы не останавливаем. Смотри, мы удаляем query. Нет, Паш, мне кажется, мы должны были, ну, мы должны были это узнавать, как бы. Окей, я согласен. Нет, здесь я согласен. Я придираюсь к условию задачи, а по факту-то я согласен, конечно. То есть по факту, получается, мы должны, мы со своей стороны должны были уточнить, как бы, цифры, да, а мы наоборот, как бы, в сценарии сразу как-то пошли. Нет, мне кажется, я вот, насколько знаю, ничего, вообще, ты можешь вообще такую задачу, знаешь, очень абстрактно сказать, давай Amazon сделаем. И все, вот, что хочешь, то и делай. Как бы, ну, это твоя роль, как человек, который проходит интервью, во-первых, либо увезти, куда ты хочешь, либо, как бы, ну, задрайвить вообще вот этот продукт, который тебе предлагают. Я бы добавил, знаешь, знаешь, что, Даш, к тому, что, когда задачи ставятся, вот, носительным дизайном, часто ставятся открыто, да, то есть из серии, там, сделай Amazon и делай, что хочешь. И тебе, как бы, интервьюер может где-то подсказывать, а может и не подсказывать. Этим интервью можно проявить еще одну интересную вещь. Уровни твоего мышления, то есть, либо ты мышляешь только техническими решениями и закапываешь свои решения, либо ты мыслишь чуть-чуть бизнесово. Для больших компаний это бывает важно, что ты не строишь не просто абстрактную систему в вакууме, а ты решаешь какую-то задачу, по поводу юзеров. То есть, ты, как бы, это говорит о том, что ты, наверное, будешь какие-то UX-исследования делать, да, предполагая, это как бы классно. То есть, для меня это скорее плюс, когда человек делает, ну, некий разумный ассампшен. Понятно, что он может не попасть, но он, он, как бы, мы же в реальном мире живем, да? Я, да, я именно это и говорю, что мне кажется, это вот именно наш провал с Пашей, что мы до этого не докопались. На самом деле, это очевидно, что нужно какой-то квей поставить. Ну, как бы, кажется, зачем нам нужно вообще этот клауд госуслуг, да? То есть, если смотреть на эту точку, ну, как с продуктовой точки зрения, ну, очевидно, что там есть какой-то квейринг, да? Вот, поэтому, мне кажется... Ну, да, типа, данные же не просто так валяются. Ну, иногда просто... Да, 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 и мы, как бы, провалили просто это, ну, как бы, то, что мы... Не то, что провалили, а просто, опять же, вот этот левел сеньорности где-то у нас посерединке оказался. То есть, мы не как на продукт не посмотрели с самого начала, а... Нет, ну, да, просто много всего, на самом деле, мне кажется. Ну, и вот, да, то, что, на самом деле, мы тоже пропустили сильно про то, там, какие у нас вводные задачи, про то, что... Какие технологии там, или там какая команда большая-небольшая, что можно использовать, тут тоже, как бы, не было. И кажется, что, ну, грубо говоря, можно было придумать решение, которое дорогое, да, но при этом дорогое в плане ресурсов, то есть все задублировать, данные в обоих местах положить и квейри переключить щелчком пальцев, как бы, в какой-то момент просто, вот, или дорогое в плане разработки, вот, и синхронизация, как у вас получилось. Да. Кстати, Никита очень прав, потому что в итоге, если, например, у тебя команда, наверное, в джунов, там, то ты как-то будешь облаками... Ну, короче, вот как ты говоришь, это все задублировать, как бы сместить все это, да, в сторону, там, кликабельности мышки. Вот. И это, кстати, тоже то, что мы не осветили, это то, что есть такие разные варианты в зависимости от условий. Могли бы... Когда Никита это сказал, я вот в этот момент, я понял, что у тебя, у тебя, тебе не нужно переключать квейри, это неправильный подход. Тебе нужно иметь два квейри, это просто, я не знаю, твой интерфейс к хайву, и у тебя этот интерфейс к хайву остается просто при переезде в облако точно таким же, каким он был, ну, или любой другой штуки. И единственное, что ты делаешь, это на балансировщики приключаешь, что теперь ты, балансировщик, смотришь не на нашу базу, а на... Ой, не на наш квейри-сервис, а на тот квейри-сервис. Ну и типа все. Субтитры создавал DimaTorzok